Шейх Фаузан говорит тамаму аят до конца Но Аллах тот, кто ведет по прямому пути тех, кого пожелает И Он лучше знает тех, кто достоин прямого пути Или же тех, кто следует прямым путем В соответствии этой главы китабу Тавахид То есть здесь опровержение могилопоклонникам Которые убеждены в своих пророках или же праведниках и так далее Что они могут принести пользу или же чем-то навредить То есть откуда это мы узнаем? Ведь пророк, алейхиссарату ассалам, стремился, очень желал того, чтобы его дядя Абу Талиб уверовал В то время как пророк алейхиссарат сам был жив И это у него не получилось И он пытался просить за него прощения у Аллаха после его смерти Но даже это Аллах запретил делать своему пророку алейхиссарату ассалам И Аллах сказал о том, что посланник Аллаха салаллаху алейхиссарату ассалам Не может вести по прямому пути любого, кого пожелает И это указывает на то, что он, то есть пророк алейхиссарату ассалам Не владеет ни вредом, ни какой-то пользой, то есть сам по себе И стало, то есть из-за этого мы понимаем, что является недействительным связывать свое сердце с пророком алейхиссарату ассалам Желая у него, то есть какой-либо помощи или же отвращения какой-то беды Что касается кого-либо другого, то как бы в первую очередь он заходит в это Общее значение этого аята, говорящего в салале фаузан То есть Аллах говорит своему посланнику алейхиссарату ассалам Ты не можешь, то есть облегчить тому или же дать успех тому, то есть кому желаешь его вход в ислам То есть если ты пожелал, чтобы кто-то зашел в ислам, ты не можешь, то есть не в твоих руках, чтобы он действительно ответил на твой призыв Но это то есть только в руках Аллаха субхану ассалам То есть и Аллах субхану ассалам дает успех, дает тавфик тому, кто пожелает И Аллах субхану ассалам более знает тех, то есть лучше всех знает того, кто достойен этого прямого пути, а кто его не достоин в соответствии аятах этой главе то есть здесь указание прямое указание нам на то что просланник Аллах сам по себе не владеет ни каким вредом, ни какой-то пользой, ничего он дать не может или ничего он не может запретить повеление оно все в руках Аллаха только он повелевает только он дает, не дает только он может предопределить кому-то вред или же какую-либо пользу по своей мудрости и милости и то что все повеление только в руках Аллаха и также в этом аяте опровержение тем кто взывает к посланнику Аллаха желая от него какой-то помощи в своих делах или же то есть рассеивание своих печалей и так далее, грусти и так далее как черт в пользу из этого аята первое 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 это опровержение тем кто убежден в своих аулиях или же то есть каких-то праведниках и так далее что в их руках помочь кому-то или же навредить кому-то или же что они могут чем-то управлять на земле после своей смерти говоря то есть то что у них есть такие карамат мы с вами разбирали вопрос карамат то есть подробно то что это не бывает у мертвых и так далее и тому подобное второе то есть указание на то что наставление на прямой путь именно то есть чтобы то есть сердце наставить на прямой путь только может один Аллах четвертое указание на то что в деяниях Аллаха есть мудрость пятое несостоятельность связывания своего сердца с кем-то кроме Аллаха субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин